Правил всего несколько. Петь я не умею, я вас сразу предупреждаю, поэтому петь будем при свечах, фонари тоже выключены. Попробуем так чуть-чуть встроиться в такт друг друга. Поют, обычно скорее гудят, опуская дыхание в низкий регистр. Поют, имя того, кого зовут. И, как правило, имя имеется в виду внутреннее, ну, тайное, да, как бы не паспортное. Петя, он только тогда, Петя, когда он это слышит. А когда он, например, не слышит, он рыбка золотая, да, или кто там, котик. Если вы хотите чьей-то помощи, вы и не знаете, как его зовут, то вы должны представить образ и дать ему имя, иначе такого рода штуки не работают. Обычно, когда ты начинаешь гудеть, отчетливо возникает ощущение присутствия того, кого ты выгуживаешь. Это ощущение, конечно, гнать не надо. Если образы, ну, например, покойных родителей отчетливо появляются, то можно точно так же, как в упражнениях на волшебном острове, попробовать усовестивить, только мысленно, не словами, сына, дочку. Но гудеть при этом нельзя переставать. Мы вот с вами попробуем погудеть. Ладно, хорошо. Ну, я команду дам. Можно, можно, если фонари, пока погасим. Хорошо? Фонари, чё-чё-чё. Продолжение следует... Молоко матери, голос, фекалии – это продукты нашего тела. А взгляд? Мы бросаем взгляды, правда? И голос не совсем тела. Ну, во всяком случае, взгляд, несомненно, телом производится. Потом отделяется от тела и вперивается, укоряет, ударяет. Из него бьет молния. Мы его дарим. Это и есть, на самом деле, главное – магические продукты. Это, по-моему, есть у всех. От этнографических сборников русских с колдовскими камнями до Кастанеды с его Дон Хуаном. Научишься разговаривать с камнем. Научишься разговаривать и с человеком. Что нужно, чтобы испытать оргазм вуэристу? Он должен сделать свой взгляд материальным. Он должен весь превратиться во взгляд. И жена, когда гудит, чтобы муж ее простил, она вся превращается в голос. Это же не фигурально. Представляете себе? Человек подсматривает за другими. Я сейчас к вуэризму тоже не буду возвращаться. Вчера говорили об этом. Оргазм – это все-таки физиологический акт. Для того, чтобы... Мало кто испытывает оргазм, глядя на порнографические сцены по телевизору. Настоящий вуэрист, то есть настоящий невротик, вуайер, он переживает оргазм, когда смотрит. То есть он весь физиологически превращается в этот момент в зрение. И это не некая условность. Это он так чувствует. А он так чувствует, мы должны ему верить. Отделить свой голос от себя или превратиться в голос. Это одно и то же. Стать голосом. Пойти с ним куда-то. Особые магические формулы. Наговоры над предметами, к которыми прикасалась жертва. Чаще над пищей или одеждой. Иногда опять специальное снадобие. Травы, сорванные колдуном в определенные дни, например, на Ивана Купала. Некоторые органы человека и животного. Легкое, язык, мясо змеи, лягушки и так далее. Но самая распространенная порча, это вот из той статьи, из которой я в прошлый раз вам читал, про колдовство на Руси. Это порча через приемы симпатической магии. Например, вынимают след, то есть отпечаток ноги жертвы, и подвешивают в мешочке в чело печи. В трубе замазывают глиной волосы, и иногда кладут след под матицу потолка. По мере высыхания земли должен сохнуть и человек. Не, может это делают на самом деле. Но это слухи, циркулирующие по деревне. Они формируют что? Общее бессознательное. Общее. И это общее бессознательное считалось обязательным условием деревенского мира. Ну вот это наше какое-то единство в звуке, вроде бы возникшее, я так чувствовал. Это и есть на самом деле возникновение некого архаического бессознательного. И для того, чтобы колдовство колдовалось, слухи о том, как колдуют, должны обязательно просачиваться. И для того, чтобы человек... Я вас запутаю, наверное, да? И для того, чтобы человек сох вместе с этим следом вынутым. И для того, чтобы человек умирал. Все в деревне должны знать, не все. Вообще в деревне все должны знать, что ему вынули след на утренней зорьке. И что где-то там, в какой-то там избег, где-то он там сохнет. Первичным смыслом симпатической магии, самым древним, было исцеление. Злого духа, духа болезни в эту куклу пересаживали. А потом, вот по всем этим аналоговым и аналогичным, да, смысл шаманских помощников, как такой камень, и он заключается в том, чтобы вывести, найти, наоборот, потерянную часть души, ее, эту часть души, сейчас я, можно, надо выделить. Ее надо как-то именовать. Выделить и убрать, уничтожить. А следующая мысль точно такая же, что можно и всю душу похитить целиком. То, что мы убираем, то, что шаман или целитель убирал из болящего, как бы назвал Карл Юнг. Видите? Иногда лепят просто фигуру, без всего этого, ну тогда надо ее кстить, то есть назвать именем. Как мы это, как это Юнг назвал? Это, ну почти, да, мы это называем как? Почему человек болеет по древним представлениям? Бес вселился, бес попутал. И мы с вами, я видел, там есть про изорцизм. Да, Юнг называл это комплексом. Что такое комплекс? Прямо у Юнга где-то есть цитата о том, что это человечек с ручками и ножками, живущий внутри, у которого даже есть кусок сознания. У комплекса частичный. Поскольку он совершает этот комплекс, сложные произвольные действия. Да, я любила мужа, потом взяла ножик и его зарезала. Это сделала не я, это бес попутал. Но это сложное произвольное действие. Надо знать, где лежит нож, правда? То есть этот комплекс, который включился у нее внезапно, ярость и обиды, гнева, сейчас неважно какой. Он имеет кусочек сознания. Разве это не похоже на куколку колдуна? Помогает экстрасенс, экстрасекс, или кто-нибудь еще. Вот просто за счет этого. Вот схема. За счет веры волшебную палочку, волшебное яблоко. В то, что от всех болезней может избавить некий волшебный объект, человек. В любом колдовстве этот механизм работает, потому что человек, который западок, это, собственно, вера в колдуна. Да, это вот и есть общее бессознательное. Оно так формируется. В этой местности все верят вот так. Им можно все, что угодно объяснять. У них коллективное бессознательное. Понимаете, какая штука? Если у нас сложилось гудение, что-то я смогу изменить. Если у нас гудение не сложилось, нифига я не изменю. Я не могу один прогудеть за всю деревню. Понимаете, какая штука? Влечебный одержимый? Вам что-нибудь мешает? Нет, я серьезно. Каждому из вас. Вы от чего-нибудь хотите в себе избавиться? Да, конечно. Каждый. От чего-нибудь. От кого-нибудь. А нет ли вот в этом какой-то такой вот... Вы хотите от чего-нибудь избавиться? Может, я хочу. Вы хотите от чего-нибудь избавиться? Если это крест, который надо внести. Что? Может, это крест, который надо внести. Очень просто, смотрите. Очень просто. Тогда вы не хотите от этого избавиться. Да, да. Паша там говорит. Но! Я говорю, тогда вы не хотите от этого избавиться. То есть, от своего узелка... Проблема заключается в следующем. Понимаете, это главная проблема. Я только вчера об этом говорил. Больше не могу. Проблема в том, что то, что человек объявляет своим страданием, чаще является наслаждением. Иначе он избавляется от этого страдания. Понимаете, какая штука? Ну, вот у меня мальчик сейчас есть замечательный. Ну, потрясающий просто мальчик. Ему 18 лет. Его давно лечат от шизофрении фактически. Ну, или 9... Нет, больше. Ему что-то больше. Извините. Я запутался. 24. Он сидит на шее у мамы. И он... Основная идея такая. Я не могу справиться с собой. Я ленивый. Поэтому я из дома не выйду. Работать не буду. Делать ничего не буду. А помочь мне никто не может. Потому что я с собой справиться не могу. И по кругу. Мама считает это психической болезнью. И он тоже это считает психической болезнью. Потому что он приходит ко мне и говорит, Александр Газачев, назначите мне антидепрессанты хотя бы. Потому что я не могу справиться со своим. Я не могу справиться со своим. Я не могу справиться. Я объявляю всем плохо с одной единственной целью. Чтобы меня взяли и протянули мне титьку. Понимаете, да? Цель другая совершенно у меня. Я ничего в себе менять не хочу. Я титьку хочу. Волшебную паучку.